Первый день учебы начался с разминки веселых стартов. В день открытия «Аврора» приняла более 150 человек. Это 6 начальных классов. Буквально с первых минут, когда дети и родители зашли в школу, а первый ученик пришел в 7 часов 10 минут, мы увидели, что у нас начинается новая и интересная жизнь. Уже сегодня у нас были уроки математики, русского языка, физической культуры. Уже сегодня мы учились играть в теннис на переменке. Весело детям и на перемене. Школьные коридоры оборудованы специальными зонами. Здесь можно сыграть в настольный теннис или поучаствовать в батле на знание истории. Помимо современных классов бассейна и спортивных залов, огромный плюс – это месторасположение, говорят родители. Раньше многим приходилось возить детей учиться в другие районы. Но именно вот это вот расстояние и неизбежность возить постоянно ребенка, когда он не может сам дойти пешком до школы, потому что впереди как минимум 8-10 дорог больших, либо транспорт, и транспорт у нас напрямую не ходит, он здесь через весь солнечный проезжает. Это тоже минут 20 езды на транспорт получается. Мы с вами должны сделать все для того, чтобы школа появилась до конца текущего года. Быстрее мы вряд ли сможем качественно выполнить задачу строительства школы. Но до января 2019 года нам нужно школу построить, а источник нужно искать. Аврору построили менее чем за год после обращения жителей к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Школа в Солнечном-2 рассчитана на 1100 мест. Но в начале этого года либерал-демократ Денизянко и коммунист Бондаренко обратились в областное управление антимонопольной службы под надуманным, по мнению родителей, предлогом. На время проверки школу могли закрыть. Прикрываться детьми и женщинами – это самое последнее дело вообще. Для любого политика, просто для любого человека. И то, что они сейчас вытворяют, мне не важно, какая это партия, мне не важно, кто это вообще. Важно то, что люди сейчас зарабатывают себе некие политические очки, используя как щит, да, вот такой щит. Женщина-детей, самых незащищенных. Жители поселка Солнечный-2 встали на защиту Авроры. Родители даже провели митинг. Школа получила лицензию на работу. Сейчас учителя выясняют уровень подготовки детей, чтобы составить календарный план и заказать нужные учебники. Динара Дусальева, Олег Бирюков, Саратов, 24.